Я читаю двадцать первую главу из книги пророка Исайи. Пророчество о пустыне Приморской Как бури на юге носятся, Идет он от пустыни из земли страшной. Грозное видение показано мне, Грабитель грабит, Опустошитель опустошает. — Восходи, Елам, осаждай, Мид. Всем стенанием я положу конец. От этого чресла мои трясутся, Муки схватили меня, как муки рождающей. Я взволнован от того, что слышу, Я смущен от того, что вижу. Сердце мое трепещет, Дрожь бьет меня. Отрадная ночь моя Превратилась в ужас для меня. Приготовляют стол, Расстилают покрывало, Едят, пьют. — Вставайте, князья, Мажьте щиты! Ибо так сказал мне Господь, Пойди, поставь сторожа, Пусть он говорит, что увидит. И увидел он едущих попарно всадников на конях, всадников на ослах, всадников на верблюдах, и вслушивался он прилежно с большим вниманием, и закричал, как лев. Господин мой, на страже стоял я весь день, и на месте моем оставался целые ночи, и вот едут люди, всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал, Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые. — О, измолоченный мой и сын гумна моего! Что слышал я от Господа Саваофа, Бога Израилева, то и возвестил вам. Пророчество о Думе Кричат мне с Сеира, — Сторож, сколько ночи! Сторож, сколько ночи! Сторож отвечает, — Приближается утро, но еще ночь. Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите. Пророчество об Аравии В лесу аравийском ночуйте, караваны деданские. Живущие в земле фемайской, несите воды навстречу жаждущим, с хлебом встречайте бегущих. Ибо они от мечей бегут, от меча обнаженного и от лука натянутого, и от лютости войны. Ибо так сказал мне Господь еще год, равный году наемничему, и вся слава Кидарова исчезнет. И луков у храбрых сынов Кидара останется немного. Так сказал Господь, Бог Израилев.